Жертвами новых провокаций украинских силовиков стали десятки людей Петр Лихоманов. Внезапный обстрел густонаселенных районов Мариуполя, унесший десятки жизней, стал еще одной провокацией, подготовленной официальным Киевом, чтобы обострить до предела обстановку на Донбассе. Читайте также, украинские диверсанты проникли в Донецк на мусоровозах если проследить за историей вооруженного противостояния в юго-восточных регионах и сопутствующей информационной войной с украинской стороны, легко заметят некую схематичность. Кровавые события с множеством человеческих жертв случаются всякий раз, когда Украине нужно прикрыть свои неудачи в деле покорения Донбасса. Вина за случившиеся, спустя иногда считанные минуты, возлагается на ополчение и Россию, звучат апелляции к Европейскому Союзу, НАТО и ООН. Доказательная база не интересует дружественные Киево-западные инстанции и на такую слепоту в полной мере рассчитывают украинские власти, ставящие в своих внешнеполитических интригах на кон жизни мирных людей. Здесь можно вспомнить, и то, как в Одесской хатане киевские политики немедленно обвинили самих защитников Куликова поля. На Украине возможна любая провокация. Вспомним Боинг, он был сбит с ясной политической целью. «И те, кто его сбил, не остановятся ни перед чем», заявил глава К. Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Российский политик также напомнил, что обстрел Мариуполя произошел накануне сессии ПАСИ, и теперь России будет непросто. Очередные провокации украинских силовиков в Мариуполе и Донецке унесли жизни более 30 мирных граждан. Более сотни человек получили ранения различной степени тяжести. В фото Михаил Соколов, ТАС очевидно, что по отношению к Киеву мировое сообщество упорно руководствуется презумпцией невиновности. Никого не заботит ни обстоятельства произошедшего, ни ответ на вопрос «кому выгодно». Хотя дьявол кроется именно в незамеченных западным общественным мнением деталях. И уж тем более никто не собирается выслушивать позицию самих республик, хотя они высказываются прямо и исчерпывающе. Мы не звери, как в Киеве. До сегодняшнего дня мы не вели активных действий у Мариуполя. Наши позиции у Новоазовска круглосуточно подвергаются массированным обстрелам из градов и крупнокалиберной артиллерии. Там появилась еще и бронетехника 28-й украинской бригады. Делается это, чтобы мы перебросили на Мариупольское направление наше подразделение, задействованное сейчас на обороне Донецкого аэропорта, чтобы ослабить нас и выбить оттуда, заявил накануне премьер-министр ДНР Александр Захарченко. То есть оперативная обстановка такова, что ополченцы пока находятся еще относительно далеко от городской черты Мариуполя. Танковые бои идут за отдаленные блокпосты, и о штурме города в лоб речи не идет. Мариуполь – город, где почти 90% населения еще весной высказалось за независимость от Украины. В Киеве надеются вновь добиться остановки активных боевых действий со стороны ополченцев, чтобы накопить силы безусловно, на Западе по традиции закроют глаза и на другие прямые и косвенные признаки виновности украинских вооруженных сил, в СУ, а возможно, и не только их. Здесь и видеозаписи обстрела с авторегистраторов местных жителей, которые при привязке к местности ясно показывают, что обстрел велся с Запада, со стороны позиций в СУ. О том же на городском форуме говорят и сами мариупольцы, уже составившие карту попадания и целую базу свидетельских показаний о направлении обстрела. Незамеченной прошла информация о том, что в районе восточного пригорода, поселка Виноградный, в воскресенье под дружественный огонь попала колонна той самой 28-й механизированной бригады в СУ. Украинские военные в панике приняли ее за ополченцев. А ведь именно с этого направления, явно до сих пор занятого украинскими войсками, по версии Киева и ОБСЕ, ополченцы якобы вели огонь по городу. Этот обстрел работает и на версию о случайном попадании украинской артиллерии по восточным районам Мариуполя. Смотрите также, в Запорожье взорвали мост и пустили под откос поезд на конец, если информацию местных жителей о том, что за полчаса до обстрела в районе были отключены свет, вода и газ, подтвердить сложно, то загадочное появление на месте обстрела украинских солдат, говорящих исключительно по-английски и скрывающих свои лица от камер, факт объективно подтвержденный. Как и то, что появились они там одновременно с прибытием на Украину делегацией командования сухопутных войск США в Европе. Очень просто ответить и на вопрос кому выгодно. Безусловно, в Киеве надеются в очередной раз добиться перемирия и остановки активных боевых действий со стороны ополченцев. Но не для начала разговора о мирном сосуществовании, возможной федерализации и обретении республиками особого статуса в рамках Украины, а, как и раньше, для стабилизации фронта, накопления силы перегруппировки. Собственно, эти цели открыто декларировались многими украинскими политиками и экспертами после прошлых перемирий. Фото, EPA. Таким способом также можно оттенить и факт обнародования приложений к минским договоренностям, в соответствии с которыми многострадальный аэропорт Донецка еще в сентябре должен был отойти под контроль ДНР. Очевидно, что выполнять эти договоренности Киев не собирался с самого начала. Лучше бы люди знали, чей аэропорт, кто в данный момент его контролирует, правильно ли это, договаривались об этом или нет. К сожалению, прокомментировал недавно запоздалую публикацию точных координат линии разграничения министра иностранных дел России Сергей Лавров. К сожалению, Киев по-прежнему не демонстрирует реального желания мира на украинской земле. И тем лицемернее выглядит скорбь руководства страны только по погибшим мариупольцам, а не по уже погибшим и продолжающим гибнуть ежедневно от обстрелов украинской артиллерии жителям Юго-Востока. Между тем в результате обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе убиты более 20 человек. Еще 83 мариупольца получили ранения различной степени тяжести. По информации Горсовета, 74 человека были госпитализированы в лечебные учреждения Мариуполя. Агентство РИА Новости со ссылкой на представителя штаба ополчения ДНР информирует, что у ополченцев нет дальнобойной артиллерии, которая могла бы нанести удар по Мариуполю. Вице-спикер Народного совета ДНР Денис Пушилин на церемонии возложения винков к обстреленной остановке в Донецке также назвал атаку на Мариуполь очередной провокацией украинской стороны. Тут все очевидно, кто обстреливал Мариуполь, из каких районов, из какого места и где расположена артиллерия. Обстрел, насколько я знаю, был совершен из града. У наших подразделений ополчения там нет артиллерии, которая могла бы до места обстрела достать, сказал он. Подготовил Руслан Мельников. Руслан Мельников. Продолжение следует...